Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Двусторонние связи. Чувашию с рабочим визитом посетил генеральный консул Узбекистана в городе Казань Фаридин Насриев. Неизвестные погребения. Во время реконструкции Красной площади в столице республики строители обнаружили древнее захоронение. Спортивная традиция. Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» в 81-й раз собрала профессионалов и любителей бега. Чувашия и Узбекистан развивают двусторонние связи вслед за контактами на высшем уровне. Сегодня республику с рабочим визитом посетил генеральный консул страны в городе Казань Фаридин Насриев. О достигнутых результатах и перспективах сотрудничества в сюжете Дмитрия Ковалева. Пожимая руки, они говорят друг другу солом. Сейчас в республике проживают свыше полутора тысяч уроженцев Узбекистана. Дни культуры этой страны стали традиционными. Национальные наряды, украшения, расписная посуда на этой выставке в Доме дружбы народов вся самобытная культура Узбекистана. Восток – дело тонкое. Здесь и традиционная кухня Узбекистана. Визитная карточка страны среди национальных блюд – плов с бараньим мясом. И называют его так не случайно. А по-узбекски звучит «ПАЛОВ ОШ», который состоит из семи букв. П – пьез, это лук. А – айоз, морковь. Л – лахом, мясо. О – олео, масло. Ведь – соль. Это отдельно поджарка идет. Через некоторое время запускаем туда мы рис. Так называемый обвода, ш-шалы, половка, рис. Из семи компонентов состоит. Узбеков, проживающих в республике, объединяет и Национальный культурный центр. Его создали 12 лет назад. Мы узбеки тоже живем хорошо. Тут межнациональные, межконферциональные, никакие проблемы нет. Поэтому молодежь у нас учится в вузах Чувашской республики. И когда сюда новые приезжают, наши земляки, мы их обучаем, чтобы вести себя как гост, уважать местные обычаи, традиции местного народа. Между республиками продолжают развиваться и торговые связи. Только за прошлый год товарооборот достиг отметки 7 миллионов долларов. Но потенциал куда выше, отметил глава региона. Те меры, которые принимаются руководством вашей страны, руководством нашей страны, дают все предпосылки, чтобы мы с учетом всех этих предпосылок, благоприятных предпосылок, работали, соответственно, не добивались результата. Мы создали электротехнический кластер, для сведения хочу сказать. В этот электротехнический кластер входят организации, которые занимаются производством товаров для федеральной энергетической системы, касаясь автоматики и микропроцессорных изделий. И этот электротехнический кластер очень хорошо оценивается и Министерством энергетики, и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Один единственный завод в России и Европе, один из крупных заводов, это по производству солнечных модулей. Это у нас на Учебоксарске. Они мощности сейчас увеличивали. В Узбекистане развито сельское хозяйство. Средства для защиты растений партнерам готовы предложить на одном из предприятий республики. Прорабатываются и вопросы реализации совместного производства. Можно наладить контакты в сфере плодовочной продукции, прямые контакты и связи между вашими ведущими компаниями. Также можно наладить сферу по производству определенных видов товаров или здесь, в Чувашии, или у нас в Узбекистане. Большим спросом в Узбекистане пользуется сельхозтехника. Это потенциальный рынок для завода «Промтрактор». И прямые контакты бизнесменов могут ускорить процесс реализации продукции. Михаил Игнатьев отметил, что республика готова презентовать свой торгово-экономический потенциал. Мы готовы к соглашению по направлению межоригинального сотрудничества заключить. Но самое главное их свести. Показать, что им здесь у вас производится. Если вы дадите перечень, в каких отраслях. И мы вам дадим свой перечень, в каких отраслях мы видим. В ближайшее время республику намерены посетить и представители бизнес-сообщества Узбекистана. Это еще один шаг на пути к развитию экономических связей. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. В Чувашии состоялись дополнительные выборы в Государственный совет, по 16-му избирательному округу и в органы местного самоуправления. По предварительным итогам депутатам Госсовета выбрана Елена Васильева, кандидат от «Единой России». Перестали быть вакантными 45 мандатов на выборах в органы местного самоуправления. 43 из них тоже принадлежат единороссам. Жители республики определились с депутатами городских и районных собраний, сельских поселений. Средняя явка по республике составила более 30%. Нарушения зафиксированы единичные. Самый главный результат, что выборы успешно состоялись, все мандаты замещены, избиратели пришли и демократично, с учетом тайны голосования, свое волеизъявление выразили, которое потом отразилось в итогах протоколов избирательных комиссий. Хочу сказать слова благодарности всем организаторам выборов, но в первую очередь органам местного самоуправления. Министерство внутренних дел по Чувашии возглавил генерал-майор Виктор Шмидков. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ. До назначения Виктор Шмидков работал заместителем начальника главного управления МВД по Волгоградской области. Этот пост он занимал с 2015 года. Виктор Шмидков родился в 1963 году в Астрахани. В 1985 окончил Астраханский государственный технический институт. В том же году началась его служба в органах внутренних дел. Академию управления МВД России окончил в 1996 году. Двое детей пострадали в аварии со школьным автобусом в Яльчевском районе. ДТП произошло сегодня около 15 часов дня у деревни Малая Ярыкла. Автомобиль Toyota Land Cruiser на участке, где обгон запрещен, выехал на обгон школьного автобуса ПАС и совершил с ним столкновение. Автобус, в котором находилось 20 детей, возвращавшихся с учебных занятий и из Яльчевской средней общеобразовательной школы, в результате съехал в Кювет. После ДТП в лечебное учреждение доставлены 59-летний водитель школьного автобуса с переломом руки, а также с ушибами двое детей, мальчик и девочка в возрасте 12 и 15 лет. Проводится доследственная проверка. 14 тысяч многодетных семей в Чувашии по закону имеют право получить земельные участки под строительство. Более 8 тысяч уже оформили их в собственность. И только 56 семей завершили строительство и въехали в новые дома. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства. Закон о предоставлении земли многодетным действует с 2011 года. За это время средний процент обеспеченности землей семей, где воспитываются трое и более детей, составляет почти 60%. Вместе с органами местного самоуправления Минюз Республики держит этот вопрос под контролем и старается предупредить нежелательные тенденции. У 64% именно было сформировано участков и больше 5 тысяч предоставлено именно под индивидуальное жилищное строительство. Но практика показывает, что на сегодняшний день, на слайде тоже показано, есть случаи продажи земельных участков. Президент страны сразу же свою позицию в этой части обозначил. Мы тоже разъясняем. Но случаев не так много, тем не менее, по республике они тоже имеются. Вопросов по предоставлению и освоению земель немало, отметили участники встречи. Часть семей не устраивают выделяемые земли, кому-то не хватает средств на то, чтобы построить дом. Надо вникать в эти проблемы и искать пути решения. Отдельные семьи просто не могут строить, они хотят получить квартиру, допустим. То надо нам на этих земельных участках, разделяя отдельные участки, это согласно градостроительного кодекса, плана землепользуемой застройки посмотреть, дать строителям строить жилье и для многодетных семей отдельные квартиры продавать на коммерческой основе. Еще один актуальный вопрос – завершение уборочной страды. Достигнутые результаты радуют. Урожайность по большинству культур выше прошлого года. На сегодняшний день убрано 92% площадей. Еще около 8 тысяч мы ждем кукурузу. В целом мы за 700 тысяч должны перейти с учетом рефракции. Урожайность картофеля по сравнению с прошлым годом выше на 32,6% с одного гектара. Почти 250 сетнеров с одного гектара на сегодняшний день. По овощам урожайность пока на уровне прошлого года. Более 183% к прошлому году собрали. План 27 тысяч, но ставим выше плана пока на тысячу тонн больше. Продолжается сев азимых. Из запланированных 105 гектаров 70 уже засеяны. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Финансисты Чуваши отметили свой профессиональный праздник. И традиционно серьезный разговор о достижениях и задачах сопровождался культурной программой. Итоги подвели и КВНщики отрасли. Работа финансистов Чуваши, их ответственное отношение к решению поставленных задач – это в конечном итоге благополучие всего региона и его жителей. По мнению федеральных экспертов, в настоящее время финансовый блок республики является одним из самых сильных и профессиональных в стране. Как отметила Лариса Ерошкина, директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России, Чуваши есть чем гордиться. Республика третий год подряд занимает первую степень по качеству управления финансами. Всего же в России только 8 субъектов, длительное время удерживающих лидирующие позиции в группе лучших. В республике обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Растут собственные доходы бюджета в этом году уже на 13%. Одновременно снижается госдолг за три года на 2,5 миллиарда рублей или почти на 18%, подчеркнула министр. В гала-концерте КВН приняли участие команды финансовых и кредитных организаций Чуваши с лучшими номерами сезона. Отгремел салют, гости разъехались и жизнь столицы республики вернулась в будничное русло. Оргкомитет по празднованию 550-летия Чебоксар на завершительном совещании подвел итоги Дня города. Деловая программа, встречи с жителями, череда культурных и спортивных мероприятий. 550-летие Чебоксар стало безусловно ярким событием года, который отмечала вся Чувашия. Наши города и районы показали лучшие свои достижения, лучшие творческие коллективы на набережной реки Волга. И, конечно же, это стало одним из самых ярких событий празднования 550-летия города Чебоксары. Организация мероприятия такого уровня и масштаба – титанический труд огромного количества людей. Поэтому слова благодарности звучали в тот день повсеместно. Позвольте мне от имени главы высказать слова огромной благодарности членам Оргкомитета и Общественного совета за ту организационную работу, которую проводили в рамках подготовки к 550-летию города Чебоксары. Значит, он попросил сказать, что молодцы, значит, вот такого значимого мероприятия в городе Чебоксары давно не проводились. И за это огромное спасибо. 550-летие города – мероприятие, требующее не только колоссальной подготовки, но и качественного информационного сопровождения. Памятными медалями в честь юбилея были награждены министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, директор национальной телерадиокомпании «Чуваши» Вадим Ефимов, другие наши коллеги. Мы с вами провели великолепный праздник. И в этом, я считаю, заслуга всех. Заслуга республики, заслуга города, его администрации, его депутатов. Честно, хочется просто сказать, великолепно, восхитительно, здорово, большое спасибо так держать, планку ниже этой не опускать. Напоминание о высокой планке особенно актуально в преддверии двух значимых праздников следующего года – столетию образования чувашской автономии и 75-летию Великой Победы. Подготовку к этим важным событиям нужно начинать уже сегодня. Богдана Дойникова, Валерий Юзюков, Республика. В разы дешевле и экологичнее. Все больше водителей в республике переводят свои машины на газомоторное топливо. Автомобилисты считают это перспективной альтернативой. Использование газа в десятки раз снижает выброс в атмосферу вредных веществ. Это экологично. Плюс спасает топливную систему от ненужных отложений, уменьшает износ двигателя. Пропамбутан – это самый альтернативный вид топлива на сегодняшний бензин, взаимозамещение бензина. Он является экологически более чистым топливом. С экологией, наверное, он уступит по своей токсичности, наверное, только водородным двигателям и электродвигателям. Данный газ сгорает полностью, да. При сгорании он выделяет всего в воду и углекислый газ, ну и также небольшое количество твердых частиц. Также газ не смывает масляную пленку, которая смазывает элементы движущиеся, да, так же двигатели. Механики уверяют, разговоры об особой опасности использования газового оборудования явно преувеличены. Еще один мощный стимул для перехода – значительная экономия. Стоимость бензина продолжает неустанно расти, при этом газ в три раза дешевле. И что самое важное – цена стабильная. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, «Республика». Театр за колючей проволокой. Осужденные в цивильской женской колонии поставили спектакль по роману «Льва Толстого в воскресенье». В этом году исполняется 120 лет со дня выхода книги. Какие уроки из классики извлекли артисты в репортаже Рифат Фаткулина. Театр особого режима. На сцене они перестают быть контингентом и становятся актерами. Каждая фраза – картинка из другой жизни. А новая роль – возможность не только вспомнить, как оно было раньше, дома, с работой, семьей, но и поверить, что все еще может сложиться. Осужденная Анастасия Давыдова на сцене в образе главной героини – Катюши Масловой. К роли отнеслась с трепетом. Это было очень волнительно. Было даже в какой-то степени немножко страшновато. Потому что это было… Такой вот у меня был первый раз. Я первый раз играю в пьесе. Да, это мой первый опыт. Но я думаю, успешный. Это самовыражение. Ты пытаешься показать людям, на что ты способна, чтобы… Да, саму себя еще. И чтобы люди не опускались. Руки, то, что все могут это делать. Выходите, делайте. Сегодня в цивильской женской колонии отбывают наказание около 800 женщин. Почти все имеют приличные сроки. Кира Владимирова, заведующая клубом, сидит уже четвертый год. Говорит, иногда от тоски хоть на стену лезь. Только творчество и спасает. Когда ты на сцене, ты не чувствуешь того, что ты находишься в местах лишения свободы. Ну, это самое главное. А вообще, это очень хорошее стремление, условно, до срочного освобождения. Уютные комнаты, тренажерный зал, кухня. На первый взгляд, ты не скажешь, что эти помещения находятся в женской колонии. В реабилитационном центре «Аврора», который открылся в прошлом году, живут 10 осужденных. Все они уже переосмыслили свою жизнь. Два раза в неделю ведет занятие психолог. Тренинги полностью раскрывают людей, вымещая плохое, заменяя это хорошим. То есть, люди начинают творчески раскрываться. Там кто-то уходит в поделки, кто-то начинает рисовать. Просыпаются таланты. И, естественно, это очень влияет благотворно. Люди становятся более гармоничны. Они начинают относиться даже друг к другу иначе. Здесь те, кому осталось отбывать срок около полугода. Подготовка к свободе – так можно назвать эти тренинги, где самый главный шаг – признание своей вины. В тренинге мы проводим 12 шагов. Творчество обязательно. И, соответственно, йога. В совокупии это дает закладку новой модели поведения. То есть, происходит своего рода воскрешение души, потому что с зависимым поведением все-таки женщины вели немножко неправильный антисоциальный образ жизни. Редкие свидания, регулярные телефонные звонки родным не способны заменить полноту общения, доступную на воле, признаются женщины. Лишь оказавшись здесь, они научились ценить простые, но такие важные моменты жизни. Эйфат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. Травили охотничьи байки, готовили обед в полевых условиях и старались не утонуть в болоте. В поселке Сосновка прошел первый республиканский фестиваль «Охотники Чувашии-2019». На первый республиканский фестиваль «Охотники Чувашии-2019» приезжали с семьями. Однако до самих соревнований допускали только участников с действующим охотничьим билетом. Конкурсанты должны были перейти в условное болото, продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, на скорость разжечь костер. Задача считается выполненной, когда пламя пережигает нить. Как признается участница из Мариэл, самым сложным испытанием оказалась канатная переправа. Наверное, костер и стрельба. Больше всех мне нравится. Кушать-варить я не люблю на охоте. У меня ребята повара. Самые хорошие повара на охоте – это мужчины. И вообще в жизни. Организаторы планируют сделать соревнования охотников в Чувашии традиционными. Мы считаем его праздником событийного туризма и надеемся, что он первый, но не последний. Во время фестиваля ни одно животное не пострадало. Меткость участники демонстрировали исключительно на мишенях. 12 комплектов наград разыграли в минувшие выходные на фестивале спорта прессы. На традиционную эстафету газеты «Советская Чуваша» вновь собрались профессионалы и любители бега. Стройными рядами в начале осени. И так уже в 81-й раз. Правда, за годы колонна стала в разы длиннее. Из первоначального кросса 38 любителей спорта столько пришло на первый забег. Событие переросло в фестиваль спорта и прессы. И уже 14 лет соревнования носят имя летчика-космонавта Андриана Николаева. Наш Андреан, он всегда был очень трудолюбивым, порядочным, честным, ответственным. И поставил перед собой цель полететь в космос и полетел. Поэтому обращаю внимание молодежи и школьников. Надо всегда стремиться. Надо всегда стараться. И мечты всегда будут сбываться. И всегда вы будете достигать своих целей. Первый командный VIP-забег. Эта традиция одна из самых молодых. Сплоченной командой бегут министры, главы городов и районов, руководители ведомств и предприятий, именитые спортсмены. В спецзабег СМИ заявились две команды нашей телерадиокомпании. Одна радищиков, другая телевизионщиков. И обе вошли в тройку сильнейших. Обычно же все считают, что журналисты могут только писать и болтать, а мы еще и бегать можем. Ну, это приятно. Очень радует, что наше радио, наше национальное радио Чувашии смогло занять второе место. Мы, к сожалению, не смогли победить цивильскую команду. Но цивильские ребята, правда, молодцы. Они очень быстро бегают. Пьедестал разделили представители всех направлений СМИ-республики. Газетные, радииные и телевизионные журналисты. Для нас это всегда традиционно. И то, что практически все наши издания, как одни, вышли на старт, это говорит о многом. Мы тоже стремимся всегда быть первым. Не только в основном плане, но и в человеческих качествах, и по жизни. Эстафетные забеги привели в 16 группах. Среди спортивных семей, школ, вузов, муниципальных рабочих. По просьбам участников в этом году выделили группу 60+. Пять этапов по 400 метров. После первого круга уверенно лидировала команда Союза пенсионеров. Догнать их не удалось никому. И финишную черту они пересекали с солидным преимуществом в 15 секунд. Все пятеро из Новочебоксарска. В разных местах работаем. Сначала все трое работали на Кимпроме, потом уже на пенсию вышли. Кто остался? Я в комплекс перешла, он в водоканали. В водоканали, в коммунад сети работают. Да, в пенсионеры. На соревнованиях встречаемся, на тренировках. Всего разыграли 12 комплектов наград, а общее количество участников в этом году превысило 1200 человек. Ирина Волкова, Павел Иритков. Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова